27 октября в рамках 30-го национального конгресса по болезням органов дыхания состоялась пресс-конференция, посвященная социальной программе «Оцени зависимость», которая направлена на просвещение пациентов с бронхиальной астмой. Серьезной проблемой в сфере лечения бронхиальной астмой является чрезмерное использование пациентами бронхолитиков короткого действия. Просвещение больных является одной неотъемлемой частью в лечении любого заболевания бронхиальной астмой в частности. Участие пациента непосредственно в реализации этого просвещения является очень важным. Мы можем очень много говорить пациенту и рекомендательных советов. Эта программа дает возможность пациенту самому оценить, есть у него зависимость от этих препаратов или нет, и осознанно подойти к пересмотру частоты применения этих препаратов. Начиная с 2019 года, у нас стратегия сегодня такова, что каждый пациент с астмой должен обязательно получать противовоспалительную терапию. Основная противовоспалительная терапия – это ингаляционные глюки кольцерстеронии. Сайт программы оцененезависимость.рф предлагает пациентам с бронхиальной астмой самостоятельно или вместе со специалистами здравоохранения пройти короткий тест на определение риска избыточного применения скоропомощных ингаляторов. Вот это информирование пациентов о том, что с ними происходит, как вести себя с болезнью – это очень важная история. Не менее важная история – это образование их здоровья. Рекомендуемые в настоящее время глюкокортикоиды в народе называют гормонами. Это действительно гормоны, но только особая группа. И я должен подчеркнуть, что глюкокортикоиды в форме ингаляционного применения, они существенно влияют на тот хронический воспалительный процесс, который имеется у этих больных. У нас теперь иное представление о том, как можно более эффективно и в относительно короткие сроки стабилизировать состояние больных с бронхиальной астмой и оказать им существенную помощь. Это очень важно. Информационно-образовательная программа «Оцени зависимость» проводится при поддержке Российского респираторного общества, Российского научного медицинского общества терапевтов и Педиатрического респираторного общества.